Ну, опять, если можно, так сказать, пример приведу. В своей жизни это нехорошо, но в данном случае это меня лично не касается, поэтому в данном случае я могу привести пример. Я хожу по Вене, столице Австрии. Какое-то осеннее время года, так вот, полуосеннее, полулетнее. Очень красиво, это красивейший город. Люди ходят спокойно, кругом полно цветов, деревьев, зелени, хорошие парки. Со мной ходит одна женщина, наша тоже российская, но которая живёт там. Мы с ней заходим в кафе, выпили кофе там, бутербродиком. Ну, в общем, понимаете, тёплая водичка, прям ванная такая тёплая, великолепная. И она говорит, Алексей Ильич, ну что же это такое, посмотрите, как живут. Почему же Россия-то наша, нищенствует? Нет. Я ей ответил. А вот захотел бы кто-нибудь из этих, которые вот так вот наслаждаются, какой-нибудь другой жизни? Какой-нибудь другой. Разве здесь не полнота жизни? Покойников, ведь вы не узнаете, покойников или просто машина поехала. Никто из смерти. Нет никакой мысли о смерти. Нет ли какой мысли о какой-то вечной жизни? Здесь и только здесь весь смысл жизни. И представьте себе, какой ужас, когда вдруг ему придётся расставаться с тем, чтобы было полнотой его жизни. Я говорю, вы знаете, если вы руку потеряете, вы как очень будете страдать, наверное, да? В отчаянии, наверное, впадёте, она смеётся. Так? А если потерять всё состояние, миллионы или миллиарды? Вон, верёвку на шею! Что? Это знаете ли? Это то, что Запад живёт вот такой внешне, кажется, благополучной жизнью, а внутренне уже больше половины потеряли смысл жизни. Это говорит только об одном, об одном, что уже, видимо, большинство из этих людей, по крайней мере, уже не способны даже, оказывается, задуматься, задуматься о вечной жизни. Так что же австралии спасутся? И вот, это вопрос другой. Я вспоминаю другое. Однажды в Америке пригласила миллионерша, которая занимается похоронным бюро к себе домой. Мы разговаривали, она приём устроила, всё такое. И она, кстати, сказала такие простые факты. Вы знаете, вот тысячу долларов, вот такой-то гроб такой-то, десять тысяч долларов, вы знаете, вы покойника даже не узнаете, какой он красивый. Неплохо, правда ли? Да. В игру превращается жар в великое таинство смерти. Наша Россия ещё жива. Почему я говорю так? Труп разве лечат? Труп только украшают. Десять тысяч долларов, и вы не узнаете своего родного. Лечат кого? Больного. То есть, в котором ещё есть жизнь. То, что мы больны, наш русский человек, и спору нет, но он ещё жив. Обратите внимание, что произошло, как только дали свободу церкви. Какое огромное количество людей потянулось даже в храмы. Даже не понимая, не зная, ещё жива, ещё горит лампадочка в душе человеческой. Там общая психология, общая, я вам скажу, психология, они говорят, что там нет людей. Прекрасные люди, всюду есть. И негодяи всюду есть. И в России, и на Западе. Мы говорим не об этом. Мы говорим об общем направлении жизни. Почитайте наших, я не знаю, кого только. Уже Пушкин даже возмущался и писал об Америке. Кстати, Пушкин об Америке писал, что там Бог – комфорт. Бог. Кому поклоняемся? Богу. Кто там Бог? Комфорт. 98% верующих. Что за вера? Доллар. Тем не менее, кто снял «Страсти Христовы» прекрасно. Я думаю, вы не будете спорить с этим фильмом. Католик Белл Гибсон. Да, фильм очень хороший. Я говорю всё время, слава Богу, что через две тысячи лет мы увидели, как страдал Христос. Ещё раз говорю, люди всюду есть и хорошие, и плохие. И искренние, и бессовестные. Какие угодно. Так что, когда мы будем брать отдельных людей, то это, знаете ли, просто смешная будет логика. Об этом говорить не приходится. А общее направление жизни, об этом всё говорили. Достоевский говорил – кладбище. А уже кладбище. Хомяков писал, что вы только в Европе уже нет веры. Алексея Степановича. Веры нет. Только Европа боится признаться себе в этом. Потому что что там вера? Пустышка. Идол, Бог. Да, это мамонна. И всё. А религия – это прекрасно. Знаете ли, как бытовое, знаете, такое красное. Ну, чем-то надо разнообразить жизнь. Чем-то. Ну, вот и религия, в частности. Сходить иногда в церковь. Большинство из них ходят трижды за свою жизнь, бывают в церкви. Когда родиться крестили, когда бракосочетание, и потом, когда отпевали. Трижды всё-таки за свою жизнь в церкви бывает. Как-никак. Религиозный человек. Так что, общее направление, мы говорим, в жизни. Какое оно? Материализм. Это бесспорно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова